Любому делу надо сначала научить. Потому что, что бы мы не делали, какие бы мы нормативно-правовые акты не принимали, как бы мы не завлекали, если люди и представители организации что-то не умеют, им что-то непонятно, они должны знать, где и как они могут получить эти знания, где и как они могут их, так сказать, проверить, опробировать и, соответственно, сделать правильный выбор, правильное решение. Изначально у нас было два ресурсных центра. Сегодня это уже шесть ресурсных центров. Эти все ресурсные центры в той или иной степени поддерживаются правительством Тюменской области, в том числе финансово. Но и эти ресурсные центры сегодня вправе, и они это дело делают, выдвигаться на гранты президента Российской Федерации. И у нас уже есть соответствующие положительные результаты. Сегодня работа ресурсных центров построена на результат. И этот результат сегодня мы имеем. В рамках этой программы нам удалось найти базовые организации практически во всех территориях Уральского федерального округа. А именно такова география этого проекта. Ну, пожалуй, кроме Ямала. На Ямале все оказалось несколько сложнее. Организация, с которой мы начинали работу, не выдержала проверку времени. И формируя программу регионального ресурсного центра, мы делали ставку на то, что мы лучше всего умеем делать. И очень рада, что и у комитета по делам национальности это была первая структура областного правительства, которая предоставляла нам субсидию на реализацию программы регионального ресурсного центра. И у департамента социальной развития. Мы, собственно, сфокусировались на трех направлениях. Это привлечение ресурсов в регион, взаимодействие с муниципальными районами и повышение профессионализма некоммерческих организаций тоже с целью их большей результативности в части соискания средств на реализацию программ. Если говорить о нашем участии в привлечении ресурсов для региона, то в цифровом выражении это выглядит следующим образом. Мы только в этом году привлекли 16 миллионов 100 тысяч. Грантополучатели наших программ, о которых я скажу, еще добавили сюда 7 миллионов. Итого 23 миллиона. Это наш традиционный конкурс «Наш регион». Грантовый конкурс финансируем за Псибкомбанком. Это две больших программы, финансируемых фондом Тимченко. Это большой московский фонд. Культурная мозаика малых городов и сел и активное поколение. Ну и наконец в прошлом году мы впервые начали взаимодействие с Рыбаков фондом. Это еще одна крупная благотворительная, а может даже инфраструктурная организация, потому что Рыбаков фонд сам по себе так же многолик, наверное, как и мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин